Вчера в понедельник, в последний день января, в Белом доме Республики Башкортостан прошла завершающая январская оперативка. Прошла она, прямо скажем, очень нервно, как-то рвана. Если прошлое была какая-то мутная, вялая и уставшая, то в этот раз все было очень нервно, агрессивно и громко. Ну, давайте обо всем по порядку. Хабиров сразу взял БК за рога и заявил, что находится на пике пятой волны коронавируса. При этом он утверждает, что нагрузка на коечный фонд в Республике Башкортостан невелика, потому что увеличили количество коек от предыдущего периода всего лишь на 800 единиц. Не знаю, много это или мало, нагрузка или это не нагрузка, помалкивает Хабиров о строительстве двух новых ковидных госпиталей, и как-то уже вот 1 февраля наступило, но да ладно. При этом единственной мерой, которую Хабиров предпринимает в связи с пятой волной коронавируса, это то, что он изменил режим работы поликлиник, потому что из Кремля ему пришел сигнал о том, что якобы возросла нагрузка на первичное звено. Эта нагрузка, безусловно, возросла и не только в Башкортостане. Действительно, люди потянулись в поликлинике с просьбой оказать им медицинскую помощь, и вот тут-то начались проблемы. Хабиров отреагировал следующим образом. Он увеличил период работы поликлинического звена. С понедельника поликлиники начали работать с 7.30 утра до 22 часов вечера. Ну вот эту тему мы, пожалуй, сейчас и обсудим самым подробнейшим образом. Хабиров уже сразу же, в понедельник, проанализировал, как исполнено было его указание, и пришел в ярость. Он заявил, что работу эту исполнили очень плохо. Студенты-ординаторы, 3000 студентов-ординаторов, которых обещал выделить господин Павлов из недр Башкирского государственного медицинского университета, не вышли на работу в свои поликлиники. Безобразно, по словам Хабирова, с этой задачей справились и в Иглинском, и в Уфимских районах. При этом он почему-то иллюстрировал безобразие Иглинского района одной из поликлиник Уфы, поликлиника номер 44 по улице Ленина, 21. В 7.30 прием не начался в этой поликлинике. Туда, видимо, прямо из дома зашли сотрудники контрольно-релизионного управления Хабирова, чтобы далеко не ездить, как говорится, по пути на работу. Также Хабиров обрушился с критикой на те медицинские учреждения, где люди в очереди на прием стояли аж на улице. Впоследствии днем, в понедельник, появилось огромное количество видео, где действительно в поликлиниках Уфы и других городов республики люди с раннего утра занимают очереди, стоят на улице, и очереди действительно длинные, в темноте, в снегу, на холоде люди стоят. Многие из них больные, кстати говоря, стоят и ждут своей очереди. Собственно, что случилось? Хабиров, по-моему, проявил совершенную гениальность в своем администрировании, то есть вот здесь мы, по-моему, видим не пик пятой волны коронавируса, а мы видим пик развития Хабирова как управленца. Видя проблему с приемом граждан в поликлиниках, он не понимает, что на самом деле вот эта вот ревизия, реконструкция здравоохранения республики Башкортостан привела к нехватке и поликлиник, и врачей. Он принимает единственное возможное для него решение, ну, в рамках его, вот, уровня его сознания. Он просто увеличивает рабочий день для медицинских работников. То есть еще вчера поликлиники работали по обычному режиму, а сегодня начальство в лице Радио Фаридовича, великого менеджера в области здравоохранения, объявляют им, а теперь вы будете работать вместо 8 часов, 13 часов. Ведь дело в том, что давно известно, что в Башкирии, в том числе в Башкирии, остро не хватает медицинских работников. Не хватает врачей, не хватает медсестер, не хватает фельдшеров, не хватает даже водителей на скорой помощи. И увеличить время работы поликлиник можно только за счет увеличения рабочего времени тех же самых людей. Все, другого варианта у Хабирова нет. У него нет других врачей, нет возможности сделать две смены и так далее. Ну, как отнеслись к этому в медицинском сообществе, стало понятно буквально уже вот-вот в течение этого понедельника. Ну, кулуарно врачи полагают, что вся эта безумная затея очень скоро закончится, закончится тихонечко. Все просто вернутся к прежнему режиму работы. Но они не говорят громко, они это обсуждают между собой на кухне. То, что касается студентов-ординаторов, тут вообще смешно. Во-первых, изначально им говорили, что вся эта история должна начаться 1 февраля, то есть во вторник. Ну, уже в понедельник проверили, явились ли они на свои рабочие места. Ну, понятное дело, не явились, потому что им сказали во вторник. Ну, тут уже, как говорится, это барин взбрыкнул, хотел, чтобы сегодня случилось вчера. Далее выяснилось такая история. Уже к вечеру мне удалось пообщаться с несколькими студентами нашего БГМУ, причем студентами 5-х курсов, которым еще до врачей учиться и учиться, как минимум полтора года. Так вот, они мне сообщили, что в приказном порядке им было указано, что они должны срочно явиться через час. Вот в эти поликлиники, то есть времени на сбор было дано час, несмотря на то, что некоторые из них вообще даже не в Уфе были. Выясняется, что они уже отработали 3 недели своей практики в виде санитарных инспекторов в учебных заведениях. Кстати говоря, в этот раз Радий Фаридович повелел и санитарных инспекторов активизировать. То есть Валентину Павлову, видимо, надлежит распилить своих студентов-ординаторов вдоль на две части, чтобы они разделились на разные свои обязанности. Так вот, на самом деле, в качестве практики студентам 5-х курсов БГМУ осталось отработать всего неделю, но теперь их отправляют в эти поликлиники. Но на самом деле самая интересная, самая яркая вишенка на торте заключается в том, что студентов в поликлиниках собираются использовать практически в качестве врачей. То есть на местах врачей, которые будут вести прием, назначать лечение и ставить диагноз. Повторю, это студенты, которые еще не имеют диплома врача. Так что, если вам посчастливится все-таки попасть на прием в поликлинику свою районную с какой-либо проблемой, и вы будете общаться с врачом, вы на всякий случай проверьте, врач ли это. Потому что, как выясняется теперь, не каждый человек в белом халате является врачом. Попросите документы, не стесняйтесь, иначе вы рискуете нарваться на советы, помощь, рекомендации человека, который до юра не имеет права заниматься лечением, не имеет права назначать вам лечение. И тут можно предполагать потенциальные ошибки или неправильное назначение лекарств. То есть, будьте осторожны, в поликлиниках Республики Башкортостан вполне возможно, могут появиться люди в белых халатах, которые не являются врачами. В общем, вот такое вот администрирование. Я уж опускаю историю про то, как привлекли сотрудников муниципальных учреждений, в том числе младший персонал детских садов, привлекли к дежурству в поликлиниках. Администрации районов выделяют своих сотрудников для работы и помощи в поликлиниках. Чем они там будут помогать? Тоже лекарства назначать вот эти вот специалисты отделов из администрации? В общем, конечно, ситуация пугает. Но больше всего пугает тот стиль управления, который применил дорогой, уважаемый и несравненный Радий Фаридович Хабиров к нашему здравоохранению. Это та ситуация, когда человека допустили до влияния в определенной сфере, в которой на самом деле у него не только компетенция и образование, а даже слабого представления нет о том, как все это работает. Вот сейчас мы станем свидетелями того, как это все будет развиваться, насколько удержится, сколько дней удержится вот этот вот режим повышенной боевой готовности для сотрудников первичного медицинского звена в республике, и насколько они в состоянии вообще, в принципе, отстаивать свои права и свои жизненные позиции. Если они опустят голову и будут работать по 13,5 часов в сутки, ну, посмотрим, в конце концов мы просто получим измотанных, абсолютно невнимательных, не способных вообще сконцентрироваться на своих задачах медицинских работников, которые в конечном итоге все равно перестанут быть таковыми. Либо они объявят дорогому, уважаемому, незабвенному Радий Фаридовичу свою единая медицинская фея, объяснят ему, что так не бывает, что врач, медсестра и медработник, в принципе, это не солдат, которого можно послать на смерть и на войну и в атаку из окопов, тем более, что Радий Фаридович тоже имеет весьма смутное представление о том, как это бывает на войне. Завершая рулить башкирской медициной, Хабиров сообщил, что до заветной планки вакцинации, поставленной федеральным центром Башкортостана, оставилось привить всего-то 100 тысяч человек, и что можно уже переходить к ревакцинации. Также Хабиров сказал, что нужно активно заниматься и пропагандировать вакцинацию для детей. Детей при этом, по мнению Хабирова, болеет менее 1% на данный момент, и никакой необходимости вводить дистант в школах он не видит. Ну, вот это, честно говоря, очень сумбурное заявление, то есть, если детей очень мало болеет, то надо ли их вакцинировать, и так далее, и так далее. В общем, устал Радий Фаридович рулить медициной Башкортостана и решил себя хоть чем-то порадовать. Хабиров действительно был какой-то уставший, опухший, осунувшийся, выглядел нехорошо. Надо, пожалуй, что отдохнуть. Шестой отпуск не помешал бы Радий Фаридович. В общем, решил он насладиться чем-нибудь приятным и оптимистическим. А что уж тут может быть лучше, чем доклад всеми обожаемого министра спорта. Попросил Радий Фаридович немножко передышку и доложить Руслану Хабирову о готовности делегации спортсменов Башкортостана к Олимпиаде в Пекине. Хабиров начал, конечно же, с видеоклипа. Я так понимаю, хороший, качественный доклад на оперативке уже не может не быть в виде видеоклипа, а в скором времени, скорее всего, мы увидим даже развитие этой темы. Мне кажется, что хороший министр, хороший доклад Радий Фаридович должен уже делать в виде песни. Вот это было бы вообще здорово. Песни, а потом уже в развитии и в виде пляски. То есть пляшущий и поющий министр Хабиров был бы существенно приятнее взгляду Радий Фаридовича, тем более, что у Руслана Хабирова есть уже такой начальный опыт вот этих вот песнопений и прославлений любимого руководителя. В общем, видеоклип в этот раз был показан, который нам живописал то, как быстро катаются на коньках, бегают на лыжах и стреляют из ружей башкирские спортсмены. Хабибов мельком сообщил, что на Олимпиаде в Пекине будет 109 спортивных дисциплин и 13 спортсменов из республики Башкортостан, из которых 7 девушки-хоккеисты поедут представлять Россию в Пекин. Собственно, вот и весь доклад. Далее оперативка вернулась в привычное для себя русло, пришлось опять говорить про COVID-19. Максим Васильевич Забелин сообщил нам о мерах по борьбе с COVID-19. Слегка обиженный на Хабирова Забелин за вот эту вот не очень справедливую критику, Сухо сообщил нам цифры заболеваемости. Нарастающий итог за все время по заболеваемости составил 132 тысячи человек. За сутки прирост составил почти тысячу человек. 9 человек за истекшие сутки погибли от COVID-19. Большая часть заболевших, 96% по сведениям Забелина, лечится от омикрона амбулаторно. 25% коечного фонда свободно. И касаемо вакцинации, уже 95% подлежащих вакцинации получили первый укол вакцины. Полностью же обоими компонентами вакцины привито почти 2 миллиона 200 тысяч человек. То есть 88% подлежащих вакцинации. Прекрасный результат, сравнимый со многими европейскими странами. Непонятно почему забиты поликлиники, больницы и очереди стоят на улице. Согласитесь, как-то странно. 303 тысячи человек уже ревакцинированы в Башкортостане, а также 459 детей и подростков были подвергнуты вакцинации от COVID-19. Забелин так нехотя прокомментировал вот эту критику Хабирова, сообщив, что он работает над вопросом, связанным с очередями в поликлиниках. Хабиров с кислой миной на лице выслушал Забелина и дальше случилась концептуальная вещь. Буду цитировать обоих. Хабиров заявил, что Министерство здравоохранения необходимо нацелить на то, чтобы люди получали медицинскую помощь. Забелин ответил, как в армии. Есть, Радий Фаридович. Конец цитаты. Ну, что за дешевые спектакли? Вот это уже было на публику. Раньше Минздрав на что был нацелен? Не на помощь людям, что ли? Я не пойму. На сбор макулатуры или на что вообще? Значит, Радий Фаридович, вы давайте уже срочно меняйте сценариста и режиссера своих вот этих вот шапито, потому что даже, уже даже не смешно. Вот такие вот. Это, ну, детям в младших группах детских садов такие назидания, значит, выдают, чтобы они вот понимали смысл происходящего. То есть, если вы сейчас внезапно с удивлением заряжаете Минздрав на помощь людям, то вот, пожалуйста, потом не обижайтесь, что над вами начинают смеяться. Ближе к концу оперативки Хабиров опять возвращается к теме, значит, оказания помощи людям и произносит, ну, на мой взгляд, совершенно недопустимую фразу, ну, по крайней мере, для человека, который позиционирует себя как интеллектуал со знанием нескольких языков. Процитирую. «Я буду очень рефлексировать, если узнаю, что какой-нибудь человек в тяжелом состоянии не получит медицинскую помощь». Конец цитаты. Хотелось бы разъяснить ради Фаритовича смысл слова «рефлексия». Несколько словарей дают нам следующую трактовку. «Рефлексия» — это обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также на какое-либо их осмысление. Радий Фаритович, мы действительно ждем от вас хоть какого-нибудь осмысления продуктов вашей активности. Все, за что вы беретесь, превращается в какой-то адский ад. В том числе вот сейчас в этот адский ад превращается первичное звено Минздрава. Можно люди, которые в этом разбираются, будут заниматься этим сами, а вы будете пожинать плоды, а не командовать как слепой полководец, оглохшим своим войском, примерно с представимым результатом. В общем, конечно, тут надо что-то с этим делать, потому что вот эта вот угроза рефлексии, пожалуй, нам очень даже желанна. Поистерив опять на медицинскую тему, оперативка попыталась вернуться в рабочее русло. Вернулись к штатным вопросам, вторым или уж третьим, теперь как-то непонятно, вопросом шел вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах и ЧАЭС. Очень полезный для нервной системы министр Морзаев доложил о том, что все структуры Министерства ЖКХ отработали в штатном режиме, отключений ресурсов не наблюдалось, кроме отключения холодной воды в Белокатайском районе. Вот так заявил Алан Викторович, и здесь вот, конечно, я вынужден не согласиться с министром жилищно-коммунального хозяйства. Дело в том, что мне достоверно известно о факте отсутствия холодной воды 28-29 января в городе Мелиузе в очень большом количестве многоквартирных домов, в том числе в местной городской больнице была отключена вода, в том числе по причине отсутствия водоснабжения было прервано госпитализация нескольких больных. И тут у меня вопрос, Алан Викторович, вы не в курсе, или это вот то самое, это другое дело, или это не считается? Вы нам заявляете, что кроме как в Белокатайском районе за истекший период существенных отключений ресурсов не было. Это неправда, Алан Викторович. В Мелиузе 28-29 января в нескольких, во многих многоквартирных домах отсутствовало холодное водоснабжение. Более того, после того, как оно было восстановлено, некоторое время вода еще была непригодна для использования. Причиной был разрыв на крупном водоводе, которому там было 50 лет, его откопали и ремонтировали, но вот факт остается фактом. Здесь речь идет не о 8 часах, а о значительно большем промежутке времени. Так что тут нужно выяснить, Алан Викторович, это у вас отсутствие информации? Тогда вам срочно нужно менять информаторов. Вам срочно нужно менять систему подачи информации, иначе вы выглядите очень нехорошо. Или это намеренное искажение ситуации с вашей стороны? Ну тогда вопрос уже не к вам, Алан Викторович, вопрос уже к вышестоящему начальству, хочет ли оно получать искаженную информацию на оперативках правительства. Так что вот тут, Алан Викторович, извините, мы с вами не согласны. Вторым номером в этом вопросе, как обычно, был господин Булышев, министр транспорта и дорожного строительства, который нам ничего не рассказывает ни про транспорт, ни про дорожное строительство, а судя по всему, с детства мечтал быть гаишником, потому играет в гаишника. Господин Булышев доложил нам опять про травматизм и смертность на дорогах. 41 раз случилось ДТП в республике Башкортостан минувшей неделю, 58 человек пострадало в этих ДТП, трое погибло за неделю. Нарастающим итогом за месяц мы имеем уже 28 погибших на дорогах. Ну, повторюсь, доклад Булышева был больше похож на доклад какого-нибудь такого настоящего полковника ГИБДД. Но на выручку Булышева приходит Радий Фаритович, а у него-то, оказывается, много новостей про дорожное строительство. И вот тут у меня вопрос, либо Булышева действительно сдерживают и не дают ему делать доклады о дорожном строительстве, либо Радий Фаритович и вправду помогает своему бестолковому министру. В общем, рассказал нам Хабиров две очень неприятные, на самом деле, новости, связанные с дорожным хозяйством. Первое, что с 1 марта, вот уже получается через месяц, перекроют арочный мост через реку Белую в створе Монумента Дружбы. В общем, вот этот вот рай заканчивается, когда у нас два моста еще и вставка между ними работают. Причем Хабиров рассказал нам о том, что мост закроют аж на два года. Не знаю, насколько справится вот эта новая система из нового моста и вставки с потоком транспорта в сторону аэропорта, в сторону Чесноковки и вообще туда, в сторону Старитамака, но что-то мне подсказывает, что в такие часы пик там будет довольно непросто проехать. Два года будут ремонтировать старый мост. Правда, эксперты и среди них даже бывший мэр Ирик Елалов заявляют, что ремонт моста абсолютно необходим, что все вот эти промежуточные ремонты уже исчерпали себя и капитальный ремонт нужен для того, чтобы мост продолжил свое существование. Ну, может быть, я не эксперт, я не строитель, не мостостроитель. Однако видел в Европе много мостов, которые стоят и по 200, и по 500 лет, и по ним ездят автомобили. Но, видимо, у нас наш мост сделан был из чего-то другого. А еще Хабиров анонсировал закрытие улицы Пугачева. Вот это будет, конечно, покруче, чем закрыть мост. По сути, вот эта вот дорога, которая идет от Монумента Дружбы мимо Лента и в сторону другого моста, единственная артерия, связывающая город с поселками там на той стороне, с Нагаева и прочими-прочими, живет там довольно много народу. Как они будут ездить в объезд через ту же самую, значит, Стерльтамагскую трассу и выезжая на тот самый перегруженный мост? Вот тогда точно у нас будет транспортный коллапс, который будет длиться два года. Хабиров утверждает, что закрытие улицы Пугачевой абсолютно необходимо для того, чтобы создать некую современную транспортную инфраструктуру. Когда закроют улицу Пугачева, не зная даже сам Хабиров, он поручил Булышеву выяснить, когда он будет готов, и очень тщательно к этому подготовиться, всем, значит, об этом рассказать, заранее показать и так далее. Но, по сути, никакого объезда не существует, ну, по крайней мере, здравого с точки зрения географии, и людям придется ездить вот по старинке. Сначала выезжать в сторону аэропорта, потом на развязке Демской уходить налево и делать такой весьма себе ощутимый круг. Но дело не в круге, а дело в том, что все упрутся опять в Бельский мост. И если это будет так, ну, это, конечно, чистое безумие, совместить вот эти две реконструкции, закрыть и улицу Пугачева, и мост одновременно, вот это, конечно, безобразие, безумие и какая-то безмозглая выходка. Если это случится так, то мы станем свидетелями очередного фурора администрирования со стороны Хабирова и его команды. В след за обсуждением проблем транспортной инфраструктуры был заслушан доклад, который, на мой взгляд, тоже носил терапевтический характер. Это был доклад об итогах работы Международного аэропорта Уфа. Ради Фаридовичу действительно нужна была передышка, опять о неприятном заговорили. В общем, генеральный директор господин Андреев сделал доклад, доклад такой добротный, такой самодовольный. Ну, собственно, у него были основания быть довольным самим собой, потому что в минувший год аэропорт достиг уровня перевозки в 4 миллиона человек, вошел в десятку крупнейших аэропортов Российской Федерации, стал самым производительным аэропортом в Павловском федеральном округе, и принес чистую прибыль в 850 миллионов рублей, а еще и налогов заплатил 750 миллионов рублей при полном отсутствии авиационных инцидентов или травматизма среди сотрудников. Ну, согласитесь, феерический результат, как бы там ни было, и чтобы мы тут не улыбались криво, это действительно результат. Более того, Александр Владимирович сообщил нам о планах развития аэропорта. Помимо инфраструктурных решений, в 2022 году планируется открыть сообщение с Веной, Тель-Авивом, Нур-Султаном, Алма-Атой, Омском, Перми, Челябинском и Иркутском. Ну, планируется это еще не откроется, но мы все-таки рассчитываем на то, что окно в Европу приоткроется и из Уфы, и летать мы будем не только в эти странные страны под названием ОДКБ, но, может быть, мы будем летать еще и в страны ЕС. Вообще, аэропорт Уфы – это такой странный объект, который пульсирует на карте собственности Республики Башкортостан и не дает покоя чиновникам многих поколений. Еще со времен Рахимовской администрации, когда в ней работал все тот же самый незабвенный, несравненный Радий Фаритович, так вот, со времен той еще администрации бурлили страсти и тянулись потные ручки чиновников к тому, чтобы продать государственный аэропорт, международный аэропорт Уфа в частные руки. Даже предпринимались некоторые попытки это сделать и у Рахимова, и у Хабировской, и у Хамитовской администрации и так далее, пока не получается. Судя по всему, господин Андреев, генеральный директор аэропорта, достаточно принципиально встал на позицию сохранения аэропорта в качестве государственного предприятия, тем более, что оно приносит такие хорошие прибыли и такие хорошие результаты. Вот приватизация предприятия в подобной кондиции всегда признак злоупотребления и воровства. Когда продается предприятие, которое начало умирать и разваливаться, в надежде, что новый собственник его поднимет с колен, это еще нормально. А когда продается процветающее предприятие, полностью принадлежащее государству, вот это должно вызвать много вопросов. Таких предприятий у нас осталось в Башкирии немного, в том числе это аэропорт, в том числе это Башспирт. Если мы увидим, что то или иное предприятие начнет приватизироваться, продаваться или передаваться какому-нибудь частному холдингу, тогда мы точно можем говорить о неких злоупотреблениях. Слава Богу, пока этого не происходит, и аэропорт Уфа так или иначе при всех своих недостатках и достоинствах радует нас возможностью хоть куда-нибудь слетать из нашего вот этого вот захолустья. Редактор субтитров А.Семкин